Поговорим об очень актуальном и востребованном направлении это трудоустройство в Южной Корее. В случае, если иностранное лицо имеет работодатель на территории Южной Кореи, но не имеет отношения к корейскому происхождению, по личному запросу посольства ему можно будет получить рабочую визу. Однако в этом случае работодатель должен быть аккредитован и приглашать иностранного работника. Высококвалифицированные специалисты чаще всего приезжают в страну по приглашению от работодателя. Исходя из этого, для них предусмотрен специальный визовый режим. Подать заявление на рабочую визу можно не только по квалифицированной специальности, но и по занятости сельского хозяйства, рыболовства и трудом на производстве. Правда, для этого нужно пройти специализированное обучение, организованное местной миграционной службой. Изначально рабочая виза предполагает пребывание в течение трех лет. Однако, если работодатель проявит к вам профессиональный интерес, то рабочую визу можно продлить на срок от года и 10 месяцев. Интересует, какие действия необходимо выполнить при переезде в Южную Корею, тогда напишите нам под номером, который мы оставили под видео.